Всем привет! Наконец-то коробочка, которая лежала у меня на полке практически два месяца, будет открыта. На самом деле неизвестно, сколько бы она там еще пролежала, если бы не случилась небольшая задержка на почте. Я хотел в очередной раз вас удивить и сделать неожиданный обзор, но не все зависит только от меня. Я обязательно сниму то, что запланировал, скорее всего уже на следующей неделе. Тем не менее, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать ролики. Ну а для тех, кто подписался совсем недавно, покажу те скелеты, которые нашел в предыдущих раскопках. Ну что ж, у меня всего два персонажа и они оба разные. Надеюсь, что и в третий раз попадется что-то новенькое. Приступаем! Конечно же, этот набор ничуть не отличается наполнением от двух предыдущих. Здесь также идет песок, который нужно сначала размочить, ну а потом проводить раскопки. Гид коллекционера, который я сейчас покажу. И инструмент, с помощью которого мы будем копать. Коробочка остается пустой и мы отставляем ее в сторону. Напоминаю, что изображено на этом вкладыше. По внешнему контуру картинки предметов, которые попадаются в сундуке. Это, собственно, один из самых главных кладов. По центру мы видим золотые предметы. Ну, конечно же, в кавычках золотые. 10 шагов, которые нам предстоит выполнить. Гид коллекционера. С обратной стороны мы видим карту, которая, между прочим, нарисована здесь не просто так. И первое, что нам нужно сделать, подготовить рабочую поверхность. В моем случае это кусочек черной пленки, который я сразу же выкину после того, как раскопаю скелет. Пленку я подложил заранее, потому что знаю, что уже начинает на этих этапах сыпаться песок. И как только мы избавляемся от пленки, выпадает пластмассовая монетка. С ее помощью мы-то и определим, что же будем искать. Определяется это следующим образом. Накладываем монетку на карту. И нужно, чтобы все картинки совпали с отверстиями в этой монетке. А искать мы будем золотого орла. И перед тем, как начать копать, конечно же, необходимо размочить этот песок. Для этого я заранее приготовил кружку. И погружаем его ненадолго в воду. За песок я сильно не переживаю. Он не принесет беды, так как сделала эта бомбочка для ванн. Из наборов с яйцами дракона. Я, конечно, уже отвык от перчаток, но далеко их не убирал. Как раз сейчас они мне и понадобятся. Ставь лайк, если был подписан на мой канал еще тогда, когда я снимал в перчатках. Итак, в кашу размачивать не буду, потому что у нас есть весь необходимый инструмент. И приступаем к раскопкам. Сразу же на поверхности я вижу какую-то большую часть. Нет. Это две части. Это рука и голова. И с уверенностью могу сказать, что это не повтор. Честно говоря, я очень этому рад. Все-таки зря я убрал воду. Сюда я скидывать буду все части. Чтобы потом их хорошенько отмыть. На этот раз песок как-то очень податлив. Давайте воспользуемся, наверное, всеми частями инструмента. Чтобы я потом сказал, что мне понравилось больше всего. Вот такого у меня еще не было в видео. Так. Пока мне нравится больше всего грабли. Лопатка так себе. Бур вообще не представляет. А, ну. Я понял. Да, для чего он? Он просто сметает все на своем пути. Да. Все-таки мне больше всего заходит лопатка. Так. Я вижу какую-то блестящую поверхность. Голдус. Голдус. Я уже отсюда вижу, как называется этот персонаж. Так. Сразу же, сразу же выпадает две ноги. Раз, два. Одну руку я уже замочил в воде. И голова. Вот так она выглядит, будучи в песке. Но его я, конечно же, отмою перед тем, как собрать. Так. Мы продолжаем раскопки. Оружие у него трезубец. Круто. Я очень рад, что это не повтор. Еще одна рука. Еще одну руку откапываем. И я понял, для чего лопатка. Чтобы проникать в недоступные места. И оттуда удалять песок. Ну, вот видите, все четыре части этого инструмента могут вам пригодиться. Так. Руки, ноги есть. Голова есть. Трезубец я вижу. Вижу основное сокровище. Это сундук. Его я тоже хорошенько промою перед тем, как открыть. И остается найти еще туловище. Больше здесь ничего быть не должно. Так. Сразу же разваливается все. Туловище идет у нас в защитной пленочке. Это, пожалуй, единственное, что идет в защитной пленочке. Ну, конечно, еще сундук. Я имею в виду из составляющих большой основной фигурки. Так. Для меня является основным это скелет. А вот это маленькое там сокровище в сундуке, это уже второстепенно. Хотя, по сути, все раскопки основаны на том, чтобы найти именно это сокровище в сундуке. И так. Все вроде бы замочил. У меня полно времени, поэтому я проверю, что здесь есть еще. Здесь больше ничего нет. А хотелось бы, чтобы положили какой-то сюрприз. Ну, вот, пожалуй, и все. Остается песок, который я сейчас выкину. И все то, что нашел в нем, я помою и вернусь. Спасибо моим перчаткам. Просто так выкидывать мне было их очень жалко. И они послужили благой цели в последний раз. Так. Чуть не забыл. Сейчас бы еще и инструмент выкинул. Не то, чтобы он мне еще пригодился. Но я не люблю выкидывать инструменты, которые в ходе открывания чего-либо не портятся. И еще на что-то могут пригодиться. Вот так, собственно, выглядит уже распечатанный кубик песка. И вот все детали тщательно промыты. В том числе и сундук, хотя он запечатан в несколько слоев. И я вижу, что между ними попало немного воды. Но это пока нас не должно интересовать. Распечатаю туловище и собираю фигурку. Вот как выглядит найденная мною фигурка. И на мой взгляд она шикарна. Называется этот скелет Голдиус Максимус. И судя по всему, это времена древнего Рима, гладиаторов и все такое. Хотя в руках он держит трезубец. Ну, в принципе да, все логично. Открываем сундучок и смотрим, зачем же мы все-таки охотились. Попадется ли нам золотой дракон? Так, здесь немножко совсем воды. И как я уже говорил, он запечатан в несколько слоев. Так, вроде добрались. И перед тем, как открыть, я вспомнил, что содержимое здесь, да. Здесь также песок внутри. Ну, что ж, пошел я вымывать его и смотреть, кто же попался. Вымывается он под струей воды в прямом смысле за 5 секунд. И, конечно же, я уже посмотрел, что это за предмет. Так, закрываю сундук и показываю. Это серебряный сандалик с крыльями. Скорее всего, именно такой в древнегреческих мифах носил Гермес. Ну, что ж, сегодня у нас получается древняя Греция. Кстати, я до этого, скорее всего, не показывал. По идее, фигурка должна выглядеть именно так. То есть, мини-фигурку, которую мы находим в сундуке, он держит у себя на вытянутой ладони. В предыдущие разы я этого не делал, потому что те фигурки, которые мне попадались, были крайне неустойчивы. Итоги. Мне очень нравится этот набор. И то, что я покупаю уже третью коробочку для распаковки, говорит само за себя. Конечно же, в первую очередь мне нравится то, сколько этот набор стоит, и что я получаю за эти деньги взамен. И несмотря на то, что в этой коллекции еще много персонажей, я думаю, что пора остановиться, дабы дальше не пошли повторы. Потому что я хочу запомнить этот набор только с положительной стороны. Ставьте лайк этому видео, это, как всегда, придает мне сильнейшей мотивации. Обязательно подписывайтесь на канал, а также на все соцсети, которые есть в описании. Пишите в комментарии, что бы вы хотели увидеть на распаковке. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.